Помните, в прошлом выпуске рассказывал о возможном отвращении в нашу страну налога на бездетность, точнее введении штрафа за отсутствие детей у граждан репродуктивного возраста? Похоже, что данный вопрос-то не шуткой оказался. Нужно, видимо, только немного потерпеть и все будет. Повторги по этому поводу уже начались. Кстати, публику тихонечко прогревают, так в эфире пропагандистского НТВ. В конце прошлой недели конкретные цифры уже даже назвали будущего штрафа некто Алексей Зубец. Директор института как будто бы социальных исследований при правительстве прямо сказал, давайте не мелочиться, уж дербанить терпил, так дербанить по полной. Простите, бездетных, конечно же. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим. Сколько процентов? Ну, смотрите, в данном случае проценты зависят от дохода, а абсолютные цифры бездетной семьи 30-40 тысяч рублей, то есть деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье. Нет, боже! Боже, прошу тебя, нет! Нет! Печально в этой ситуации другое, что безмозгные ура-патриоты, хавающие вместо завтрака, обеда и ужина теле-помои, так ничего и не поняли. Печально, что долдоны, которые я политикой не интересуюсь, продолжают свято верить, будто он и их не коснется. И в этот раз, сейчас остановимся на всем этом подробнее, реальная журналистика. Я задаю вопрос, ребят, а какой самый ценный ресурс вот в этой так называемой рыночной экономике? Ну, начиная там гадать, деньги, земля, золото, нефть. Я говорю, нет, самый ценный ресурс это дурак. Дурак, понимаете? А поскольку от природы людей с умственными отклонениями не так много рождается, то ростовщики организовали конвейерное производство дураков. Вот это пусть и станет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и давайте тогда разберем ситуацию по пунктам, что ли, для начала. Тех, кто уверен, ой, меня это точно не коснется, я ж не бездетный. Вот у них пусть голова болит, обломайся, красаучек. Я тебя расстраивать сейчас буду, потому что лиха беда начала. Объясняю, как только, или если все это дело закрутится, ребятишки оттуда очень быстро сообразят. Ух ты, а идея-то не такая уж и плохая. И штраф прекрасный и собирается здорово, но... Действительно, ну стоит ли останавливаться на достигнутом, бабло течет. Зачем себя ограничивать и по всему, поверьте мне, очень скоро рамки может так статься, что начнут раздвигаться и к тем бездетным прикрутят еще и малодетных людей, у которых там всего один ребенок в семье, скажем. Таких тоже грабить начнут. И тех, кто не в состоянии обзавестись потомством по медицинским показателям, да-да, этих так же. А шкурят даже, не волновайтесь, как я люблю говорить, это не мои измышлизмы отнюдь. Крыхоборы ведь уже на данном этапе, на этапе обсуждения будущего скачка, ничего не скрывают, все говорят прямым текстом. Ну мне не верить, вот вам, пруфы, пожалуйста. То есть не надо, опять же, делить медицину и финансы, да, вернее их надо. То есть вы хотите по бездетным, по медицинам тоже? Вне зависимости от того, да, вне зависимости от причины, по которой... Разведь справедливо. В бездетном, семья бездетная, она должна платить. Причина это отдельно. И в третьих, третья история, это то, что однодетные семьи тоже должны платить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Дальше больше, потому что в конце концов к этой истории пристегнут вообще всех. И семьи с двумя детьми, и с тремя. Не минует вас чаша сия, не мечтайте. Красивое объяснение, почему под раздачу должен попасть ты, в том числе, вроде бы, а многодетный отец молодец по сегодняшним меркам. Так объяснения уже давно имеются. Данный туз надо будет просто вовремя вытащить из рукава вот этот, например. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по 7, и по 8, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Еще раз, для тех, кто на бронепоезде ошкурят всех, можете не сомневаться. Ради этого, собственно, все и затевается, как мне кажется. Или помните, как поэтично. Сказал признанный ныне иноагентом Дмитрий Потапенко. Люди, для них новая нефть. Не надо тешить себя иллюзиями, будто в этом есть какая-то благородная подоплека. В том числе, рождаемость власти повысить хотят. Сейчас рождаемость при помощи грабительских штрафов не повышают. А штрафы вот эти вот, озвученные на НТВ в 30-40 тысяч, они именно грабительские? Давайте честно, это ведь сегодня средняя зарплата по стране, я не прав? Ну давайте перестанем врать сами себе, в первую очередь себе. Ссылаясь на какие-то выдуманные цифры у Росстатов, чиновников, пропагандистов, что брешут про 70, про 80 и даже про 90 тыр доходов для граждан, вот как здесь, например. У нас на сегодняшний день средняя заработная плата по городу составляет 69 тысяч 500 рублей. Плюс-минус, я там могу копейки. Почти 70 тысяч рублей, да. Да, поэтому за три года, с учетом складывающихся инфляционных ожиданий и ожиданий роста экономики, значит, зарплата, которую мы проговаривали, там не 90, там 89, там с чем-то, в общем-то вполне достижимый рост. Какой же я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить нюхать клей. К слову, данное интервью записывалось почти два года назад, а в начале 2023-го это важно. Так вот, 69 тысяч, про которые чешет чиновник в кадре, екатеринбуржцы якобы, зарабатывали уже в тот момент огню сегодняшнему, напомню. Доходы людей должны были вырасти до 89 тысяч, да ладно, серьезно. Ну хорошо, давайте, чтобы не быть голословным, предлагаю простой эксперимент провести, так ли это, и вот чтобы наш эксперимент был совсем-совсем прозрачным, давайте как раз с вакансиями пропагандистов ознакомимся, разберемся, причем с вакансиями вот этих конкретных пропагандистов с этой телекомпанией, которые данное интервью публиковали, и у нас, кстати, есть такая вакансия, вот она размещена на сайте Екатеринбург, зарплата 24 июня текущего 2024 года, то есть совсем недавно эта вакансия была размещена, читаем вместе. Медиахолдингу ОТВ и 4 канал требуется корреспондент, ну это журналист-новостейщик, занятость полная, опыт работы от 3 лет, прочее бла-бла-бла, зарплата, барабанная дробь, ух ты, 50 тысяч рублей, оттуда, впрочем, еще 13% налогов, вычесть надо 44 тысячи останется, все, что получит человек на руки. Чего? Что? И вот теперь мы подошли к самому главному, 44 тысячи рублей, это ведь только то, что предлагают в данном медиахолдинге сегодня, а интервью-то, фрагмент которого вы видели, было записано аж 2 года назад. У нас на сегодняшний день средняя заработная плата по городу составляет 69 тысяч 500 рублей. Смотрите, какая забавная штука. Девочка-пропагандистка в кадре прекрасно знает, что чиновник, сидящий у нее в гостях, врет, потому что она знает, сколько конкретно ей платят в этом медиахолдинге, на тот момент, я думаю, даже не 44 тысячи на руки она получала, а 1035-40 от силы, дальше. Чиновник, который врет в кадре, тоже знает, что он врет, потому что данная телекомпания, ну где он дает интервью, содержится за счет бюджета, он не может не знать, сколько этой девицы платят, ну они же подписывают там какие-то бумаги, да более того, я уверен, что официальная зарплата самого чиновника не намного выше, чем у нее. У девочки-пропагандистки, короче, подбивая бабки, оба знают, что все вот это вот чистая лажа, брехня, пурга, если хотите, но оба ту пургу продолжают нести и навеливать своей аудитории. Причем делается все так, по принципу такого компота, значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. Ага, а потом мы удивляемся, откуда, блин, такие штрафы у нас в стране берутся в десятки и даже сотни тысяч рублей. При уровне доходов среднестатистического россиянина в полтинник максимум, да вот отсюда и берутся. От того, что все кругом врут. Маленький чиновник врет чиновнику рангом повыше, у нас доходы у людей растут. Чиновник рангом повыше отправляет своему уже начальству еще большее вранье. Доходы не просто растут, а прям растут, растут, пропагандистка вот эта. И ей подобные, зная, что чинуши брешут, сидит и им поддакивает, мол, без прецедент на зарплаты в России выросли. Сторожа и уборщицы вон и черной икрой уже давятся, хотя сама, повторюсь, хрен без хлеба доедает. Ну а безголовые полупьяные телезрителя аплодируют всему этому иллюзорному величию. Ну или политикой не интересуются. Троллейбус горит, да и хуй с ним. У меня осталось две поездки на следующий автобус. Вон он на подходе. Я буду дома вовремя. Ну так и платите тогда такие вот штрафы. Мало вас шкурят. Мне кажется, не 40 тысяч нужен налог на бездетных, а все 400. Чтоб последние трусы вообще с бестолковых сняли, мы же тогда начнут жить не только лозунгами. Мы же понимаем, что то, что происходит в нашей стране, это ненормально. А что у нас происходит? То, что мы вымираем. Люди, которые у нас занимаются демографией и рождаемостью, довели до такого состояния страну, которая мало того, что вымирает, более того, вот происходят вот такие случаи. Андрей Иванович, а кто у нас занимается? Кто у нас эти люди, которые занимаются демографией и рождаемостью? А вот посмотрите, у нас на национальный проект демография было потрачено 4,5 триллиона рублей. Чтобы коэффициент рождаемости поднять с 1,6 до 1,7 на 1 десятую в 2024 году за 6 лет. В итоге, Владимир Владимирович в интервью Дмитрию Киселеву это озвучил. В итоге коэффициент рождаемости упал с 1,0 до 1,31. И да, недаром сейчас еще раз вот это вот видео показал. Я его в прошлой программе демонстрировал, но решил повторить, может быть. Хоть так, повторюсь, до кого-то дойдет 4,5 триллиона рублей по нацпроекту Демография. За 6 лет ушли вы никуда. Это очень большие деньги. С учетом того, что в год в России рождается чуть больше миллиона детей. Да на эти бабки можно было для каждой родившей семьи по персональному мини-Диснейленду построить. Вот это был бы стимул. Вот так стимулируют рождаемость. Но деньги тебе просто профукали. И никто за это, кстати, не понес ответственности. Я думаю, не понесет. А теперь, значит, сидят и свистят. Аааа, будем за счет ошкуривания бездетных и младетных проблем решать. Правда? Нет. Вообще, я уверен, никто ее решать не собирается. От слова совсем. Либо опять по ушам ездят. Либо, ну, тупо в долги хотят загнать еще глубже. А с должником ты с ним делаешь, что хочешь. Должник это бесправный раб, по сути. Причем, в данном случае, рычаг до Валерия нашли. Очень правильный. Я считаю, дети в заложниках. Точнее, твои родительские права, если что. Все. Переваривать. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем. Обсудим. Пока-пока.